Ребята, сегодня мы с вами посмотрим сражение битвы блогеров только на европейском сервере. Да, ребята, там тоже прямо сейчас проходит эта битва блогеров. И перед вами сейчас одно из самых интересных сражений. В общем, давайте смотреть, что творится в ББ в Европе. Здесь неизвестные нам команды. Команда от Нью Мульти 2К. И Циркон против команды Циркон. В общем, вот такие две команды у нас сегодня. Как я понимаю, это какие-то европейские блогеры, стримеры. Походу посмотрим, что же здесь... Как же здесь играют, есть ли здесь подставы. Хотя подставы, наверное, везде есть. Но в этом бою будет кое-что поинтереснее. Итак, с чего же все начинается? Как мы видим, наш товарищ НВЗ приехал, встал себе на прострел на центре карты. И спокойненько выжидает, когда подъедет сюда объект 2684. Кстати, можно посмотреть, полететь, посмотреть на этого объекта. Где тут стоят враги? Вот здесь, как мы видим, у нас находится тот самый 2684. Он тут за углом прямо стоит, выжидает на прострел. Видимо, сведен на вот этот угол. И как только тяжи здесь будут высовываться, он попытается их поймать. С другой стороны, здесь находится, как мы видим, СТ-2. Тоже стоит за углом. Он готовится здесь простреливать Е4. Вот так, с помощью свободной камеры, можно красиво посмотреть, что вообще происходит в бою. Ну, или вот так вообще подняться и увидеть общее расположение нашей команды. Как футбольный матч. Вот так, вид сверху, да. Здесь заходит по левому флангу и... Гляньте, какая, кстати, симметричная идеальная карта. Замечали? Гляньте, вообще. Один, все один в один. Здесь даже углы домов абсолютно, абсолютно все одинаково. Мне кажется, таких городов не бывает. Так, даже здесь, посмотрите. Абсолютно одинаковые балки вот тут стоят с каждой стороны. В общем, все это смотрится довольно так, крипово даже немного. Ну, ладно, давайте возвращаться уже в бой. Я думаю, достаточно полетали, посмотрели тут немного в начале. С чего же здесь у нас все началось. Итак, как мы видим, ВЗшник здесь постоял. Тоже повыцеливал. Ну, понятно, что мы теперь понимаем, что выезжать ему опасно вперед. Вот здесь прямо за углом стоит Объект 2-6-8-4. Опа! А здесь СТ-1. Ой, СТ-2. Двухствольник тоже стоит. Поджидает. Готов отвесить сразу два снаряда. Ну, такой, кстати, заметьте. Затяжной бой проходит. То есть, наша команда вроде бы даже уже начала брать базу. Настолько они там обнаглели. Три танка причем на захвате. Но, скорее всего, сейчас с них все-таки, я думаю, будут захват сбивать. Так. СТ-2 прямо по курсу. Ну что, в башенку ему пропишем? Нет. А, СТ-2 закатывается. Не хочет, не хочет, дорогой друг, подставляться. Мы сейчас ему все равно подарок отвесим. Захват базы идет. Но там уже два танка. Мне кажется, с захватом у них ничего не выйдет. Там слишком активно сбивают. Ой, А-50Б тут всех перехитрил. Посмотрите. А пошел сзади. И бедняга на Е4 отлетел с одного барабана по ходу. А захват, кстати, идет. Может быть, сейчас и выиграем. Было бы неплохо так в начале боя вырвать победу. Но нет. Здесь 50Б выезжает. И захват сбивает по ходу. Да. Опять обновился таймер захвата. И уже 33 секунды. Ну там уже и 2684 подтягивается на сбитие. И там тяжи. Вот-вот приедут Хевик. СТ-2. Е4 тоже он подъезжает. В общем, сейчас начнется настоящая битва за удержание захвата. Все бы было неплохо. То есть мы бы сейчас могли по 2684 хорошо так отрабатывать. Если бы здесь не заехал вот этот коварный товарищ на АМХ 50Б. Вот он нам всю малину конкретно портит. Ну попробуем. Попробуем, конечно, его на катке подержать. Не дать ему просочиться поближе. А счет уже 1-3. Команда-то сливает конкретно. Так, ну поехали. Попытаемся обломать всю малину 2884. Кидаем ему сзади. И союзник на Е4 его отправляет в ангар. Правда, союзника нашего сразу же СТ-2 пакует. Вот еще в чем дело. Так, ну походу вот-вот закончатся все наши союзнички. Осталась арта. Она во взводе с СОМ-7. А ИС-7 там активно разминают втроем. Походу, Хэвик, СТ-2. Где-то там Е4 еще. А 50Б все так же катается по краям. Пытается найти прострел. Самый хитрый. А, он за ртой вообще поехал. Вот бы сейчас арта 50Бшников аншотнула. Вот это было бы эпично. Ладно, ребят. Пока сейчас финальная часть боя. Я вам быстро напомню важный момент. Спонсор этого видео у нас, ребята, с очень классного сайта VODKIT. Где обалденное количество крутых разных подарков и призов для танкистов. Во-первых, внизу сайта на VODKIT каждый день проходит розыгрыш 5000 золота. Для участия нужно просто нажать кнопку участвовать. Ссылочка, если что, в закрепленном комментарии. Переходите, листайте вниз, жмете эту кнопку. Кроме того, ребята, на VODKIT сейчас шикарные, огромные скидки на все контейнеры. Если будете открывать при пополнении счета, вводите вот этот промокод, который сейчас на экране. По этому промокоду при пополнении вы получите обалденный подарок-бонус. Реально, ребят, шикарный промокод. Запишите. При пополнении и на VODKIT, и на VODGOLD к тому же работает. Очень много где работает, поэтому не теряйте. Ну а мы смотрим дальше. Сейчас битва WZ-111.5А против T57 Heavy. Выезжаем и удачно сейчас получается в щеку раздамажить Heavy. Так, надо откатываться назад. Где же там товарищ на 50B? Ой-ой-ой, тут и 50B, и арта еще. Надо эту парочку искать теперь. А время-то тикает. Ну, 50B весь бой катается по краям. Но, тем не менее, люлей он наполучать успел. Кстати, ребят, в этом видео также проходит розыгрыш золота от нашего канала. Для участия в нашем розыгрыше нужно подписаться, поставить лайк, а также включить колокольчик в режим все уведомления. Подписывайтесь, прожимайте лайк, включайте колокольчик. И оставляйте позитивный комментарий с игр вебником и идет вконтакте для участия. Смотрим дальше. Так, ну вот сейчас наступает интересная битва против 50B, которого мы вот так красиво отправляем в ангар. Не, заметьте, как хитро играет иностранец. То есть он еще и обманул всех. Необычно вообще в нашей битве блогеров, мне кажется, все по-другому происходит. Он так играл, его реально никто не замечал. То есть враги были отвлечены на союзников, а ВЗ-шка спокойно себе накидывал, пока там очень часто в борта вообще врагам не лез даже вплотную особо танковать. Хотя он 1850-й танканул еще. К тому же. Так, ну что, поднимаемся сейчас за артой. Арта, кстати, тут в углу карты прячется. Арта довольно быстрая. Она может сейчас нам вокруг камня здесь еще и карусель устроить. Отсветиться бы хорошо. Но не получается. Этот рентген мешает. Поэтому арта, как мы видим... Арта может 2 минуты просто вот так тупить. И тут немножечко обманный маневр делает ВЗ. Он идет в низину, а арта идет на подъем. К тому же он развернулся, и арте пришлось ехать задом. В итоге, благодаря этому и происходит победа. Давайте глянем итоги, ребят, этого боя. Итак, ребят, вот такой у нас иностранный сервер. Я даже не понимаю, что тут написано в описании. Надо было переводить. Ну, видимо, что-то про битву блогеров. Я надеюсь. Но, в целом, самиму на 3. Ну, это я один против троих, думаю. Вот так как-то это переводится. Ну, в общем, в итоге получилось 5500 дамага, 6 фрагов. И затащил, реально спас всю команду. Если бы ВЗшник здесь не зарешал, мне кажется, вот эти ребята бы слили. А тут, гляньте, с нулем урона. Кто его добрал? Юзер Е4. У них, кстати, СТ2, посмотрите, больше всего. 3500 тоже нанес. У них вся команда так поровнее нашей. У нас тут выделяются трое. А вот эти остальные маловато дамага. В общем, ребят, вверху справа сейчас другой видос. Тоже заходите, смотрите. На этом все. До скорой встречи. Спасибо за просмотр. Лайк, подписку не забывайте. Увидимся, ребят. Пока-пока.